Начало пятого зала у меня началось со слов «Вау!», потому что такого огромного зала с таким количеством огромных картин я давно не видел. Еще одна тайная вечеря. Интересно, кем она написана? Тем же Алонсо Васкесом, 1588 год. Он так интересно этих поросят жареных рисовал, или ягнят. Обалдеть, какая она клевая. Уже столько тайных вечеринок не смотрели, но Васкес вот так вот клево и нарисовал. Сам зал — это что-то нереальное. Просто неописуемый красотный зал. Это удивительный зал. Здесь находятся картины Эль Вьехо, Мурильо. Вон та картина. Но самое основное, что мне нравится, это картины Зурбарана. Это тот самый Франциско Зурбаран, полотна которого находятся в Мадриде. В святой Святой Швейцко, это его распятие, датированное 1640 годом. Просто нету слов. И вот еще одна картина Зурбарана. Огромное такое полотно, просто невероятного размера. Огромное такое полотно, 1631 годом. В франциско Зурбаране. Невероятная, 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 невероятная красота. Просто чудо-картина. И еще два зала Зурбарана. С очень большими полотнами. Красивая картина. Богоматерь Печерская. И, конечно же, его распятие. Это уже третье распятие Зурбарана. Которое здесь можно увидеть. Одну. Спасибо. 1635 года. Вот здесь оно вот такое небольшое. А в следующем зале. Здесь тоже только его картины выставлены. И уже это распятие гораздо больше. Какое оно реалистичное. Просто нету слов. Святой Луис Бельтран с чертиком. И вот еще одна маномна. С пуденцем. Абсолютно в другом стиле нарисована. Да, Зурбаран уникальный художник. И вот в другом крыле второго этажа, вернее, первого этажа, сразу встречают картины того же Франциска Зурбарана. Христос венчает святого Иосифа. Калас. Эти картины выставлены вот в проходе. Здесь будет тоже три зала. И здесь вот. Ага, уже 17 век. Имена Силы и Раиса. Еще одна непорочная зачатие. А вот картина. Христос среди докторов. Много тушенких картин выделяется этим сюжетом. Вот так он был нарисован с Зурбараном. В 1630 год. Да, он был в Иоанне. Святой Франциско. Тоже Зурбарана. Картинный ребенок с шипом. Это уже 1630 год. Интересно. Картина фламанского художника, как Корнелюса Шута Младшего, я такого не слышал. Но он уже в Севирии. И вот эта картина была из последних пожертвований в музее. Иисус привязан к колонии. Очень интересно выполнена картина. Фламанским уроком, который, в общем-то, он снимал. А этот Корнелю Шута Младшего был удивительным лежником. Просто техника, которая на данный момент не похожа ни на счет. 1680 год. И вот его непорочное. Вот так он его выразил. Теремуаза Младшего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok